Ярко вырывается в осень команда информационного центра атомной энергии в Воронеже. Любимое воронежцами научно-популярное ток-шоу состоялось в Воронеже в десятый раз. Подробности обсудим с гостем. В студии Георгий Соколов, продюсер научно-просветительского форума, ученый против мифов, кандидат физико-математических наук. Доброе утро. Доброе утро. Рады видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, о формате вечера. Вы были приглашены звездой, выступали с несколькими лекциями, расскажите, пожалуйста, о чем беседовали. Ну, почему меня пригласили, как вы сказали, как продюсера известного научно-просветительского форума, наверное, одного из самых известных и крупных в стране научно-просветительских мероприятий, рассказать о том, как этот форум менялся с годами, и благодаря чему, собственно, вот он остается много лет таким популярным. И актуальным. Да, и собирает залы тысячу человек. Так, и благодаря чему же? Расскажите нам тоже. Основное — это тематика форума. Он посвящен развенчанию мифов, заблуждений в разных областях науки. Вот, например, кто построил пирамиду? Так. Египтяне? Ну да. А, на самом деле? Египтяне. И на самом деле, египтяне, но массовая культура, если вы посмотрите кино, если вы почитаете, что пишут в интернете, то вам скажут, что египтяне построить пирамиды не могли. Это инопланетяне. Это или инопланетяне, или какая-то неизвестная науке древняя суперцивилизация. Ну, потому что как эти дикие, почти дикие люди могли два миллиона известняковых блоков весом по нескольку тонн вот так вот сложить в такую пирамиду, которая стоит тысячи лет? Слушайте, когда у меня приезжает кто-то устанавливает шкаф, я тоже говорю, что я сам это не собрал бы никогда в жизни. Ну, то есть вы говорите, нет альтернативной истории всем вот этим мифическим догадкам? Мы не говорим нет. У нас выступают ученые, мы специально проводим опросы, то есть не просто эти мифы там из головы придумываем. Мы проводим опросы, выясняем, допустим, о тех же самых пирамидах или еще какой-то другой области науки, там, о большом взрыве или о полетах в космос. Какие есть массовые такие стереотипы? Они не всегда полностью мифы, но понятно, что есть наука, она сложная, чтобы в ней разобраться, нужно учиться. И есть представления людей, которые формируются кино, литературой, какими-то упрощенными сильно пересказами. И между ними надо вот строить какой-то мостик, и какие-то вещи оказываются совершенно ошибочными, какие-то частично ошибочные. Но сложно достучаться до человека, который уже сильно убежден, что этот факт реальный. Сложно. Сложно. Ну, на самом деле, можно. И важнее всего, что есть две аудитории. Те, кто как бы на стороне науки, и вот, значит, ученый говорит, значит, так оно и есть. Есть люди, которые уже на другой стороне погрузились, есть такие махровые мракобесы, которые верят во все, что ненаучно. А есть большая группа людей, которые не знают. Они просто и тут послушают, и тут послушают, и там послушают. И вот им надо разобрать. И вот для этих людей, на самом деле, в основном, наша работа. Как меняется реакция людей, когда вы приводите доводы фактические, да? Как они реагируют на это? Как вот эта перемена мнений в динамике происходит? По-разному. Зависит от того, о чем речь. Потому что есть вещи, которые, казалось бы, образованному человеку очевидны. Ну, например, очевидно, все-таки, что, наверное, земля круглая. Хотя есть вот это вот движение плоскоземельцев, но вот основная часть аудитории — это люди образованные, там, что-то почитавшие. Им понятно. Ха-ха-ха. Эти плоскоземельцы, над ними можно посмеяться. Но когда речь заходит о менее очевидных вещах, есть вещи, в которые верят образованные люди, и вдруг оказывается, что это не совсем так. Например, особую такую реакцию у нас вызвала тема метеозависимости. Потому что вы же знаете, что давление атмосферное поменялось, заболела голова. А вот у меня к дождю ломит сустав. Вот это. И когда я им рассказываю, что на самом деле это несколько преувеличено, и вот влияние вот этих метеоявлений на здоровье людей, оно на самом деле не доказано. Так это что, самореализующаяся установка, когда мы считаем, что у нас болит сустав к дождю? Да, вот если взять человека, попросить его реально записывать, вести некий дневник. Давление выросло, у меня болит сустав. Давление упало, у меня все равно болит сустав. Ничего не менялось там, у меня все равно болит сустав. Да, вот это такой психологический скорее эффект. Самая основная проблема, с которыми сталкиваются организаторы научно-популярных мероприятий? Я не могу сказать про самую основную, я могу сказать, допустим, одна из самых сложных, это то, что ученые плохо не умеют выступать. Вот, ну многие, скажем так, есть отдельные самородки, которые действительно являются выдающимися ораторами. Но часто сталкиваешься с тем, что у него говорит монотонно, не понимает интересы аудитории, переоценивает ее квалификацию, сыплет терминами, сыплет терминами, не укладывается в регламент, привык говорить там академическими часами. И что делать? Готовить. Готовить ученых. Брать в оборот ученых. Брать ученых. Мы репетируем с каждым. И рекорд пять репетиций перед выступлением с одним ученым. И генеральная репетиция на сцене за день до мероприятия, куда мы стараемся их всех вытащить. Но результат положительный? Очень, да. То есть я могу сказать, что мы не сразу стали все это делать, потому что форум, мы провели их 23 уже. Вот. И, наверное, где-то к десятому форуму мы поняли, что надо репетировать. А потом поняли, что делать генеральную репетицию, то есть не просто репетировать там удаленно по онлайн, там или еще как-то, а вытаскивать именно на сцену, в боевые условия, и чтобы вот, например, отработать выход на сцену. Потому что я думаю, ну вы знаете, как тележурналисты, что вот начало довольно сложной моменты. И приведу пример. У нас ведущий всегда задает ученому какой-то вводный вопрос. То есть играет джингл, ученый вышел на сцену, его уже представили в джингле, голос диктора говорит, что ученый такой-то. И ведущий задает ему вопрос. Такую зацепку. Зацепку. Вот там, скажите, пожалуйста, а правда, что пирамиды построили инопланетяне? И ученый, отвечая на этот вопрос, должен переходить к своему выступлению. Ведущий уходит в этот момент на сцену. А ученый отвечает на вопрос, потом начинает искать глазами ведущего и кричит куда-то. Александр, мне можно уже начинать? Александр выходит из-за сцены и говорит, да, можно. И тут он обращается в зал и говорит, здравствуйте, меня зовут Акта. И начинает снова представлять. Мне кажется, это так непосредственно на самом деле. Даже мило. В общем, мы решили с этим бороться. И мы начало отрабатываем. У нас есть специальный ролик учебный на тему, как правильно начинать выступление. Еще очень интересная тема, которой вы занимаетесь, это, собственно говоря, продвижение и самопрезентация в социальных сетях. Опять же, для ученых и для организаторов научно-популярных мероприятий. Расскажите, наверное, в соцсетях-то все гораздо проще, чем в реальной жизни. Там же можно откорректировать, редактировать, исправить. На самом деле, там тоже все сложно. И меня не первый раз приглашают вот на эту тему. Ну, потому что, допустим, вот есть те же самые наши дорогие, принимающие стороны, информационные центры по атомной энергии. Они во многих городах России присутствуют. И везде у них свои сообщества в социальных сетях. И везде они сталкиваются с одними и теми же проблемами. Надо, чтобы новые подписчики приходили. Нужны каждый день темы новые для постов. Вы понимаете, что такое искать каждый день? Каждый день искать темы новые. Вот. Эти посты нужно писать так, чтобы аудитории было интересно это читать. А информация... Ну, допустим, научные новости подать интересные и привлекательные умеют не все. Налеко. Чтобы это было не скучно и понятно. И чтобы, самое важное, люди хотели этим делиться с друзьями. Да, чтобы зацепило. Вот один из критериев хорошо написанного текста, человек... Могученность, наверное. Во-первых, человек может пересказать, что он прочитал. То есть он понял. Это непросто. Это непросто. А во-вторых, ему хочется пересказать. Проблематика, о которой мы говорим. Как она выглядит в глазах тех самых ученых? Не думают ли они, что вы занимаетесь ерундой и снижением внимания и серьезности их дела? Потому что самое главное — это наука. А то, как это будет преподнесено, это все мишура. Есть отдельные ученые, которые считают так, но на самом деле их не так много. То есть чаще всего, допустим, мы приглашаем много ученых там выступать, и большинство из них относится с пониманием. Некоторым приходится объяснять. Это зависит от возраста? Или, может быть, от научной отрасли? Это зависит вот от конкретного, наверное, человека. Я не берусь сказать, что это зависит. Но иногда людям приходится объяснять. Дело в том, что, как я и говорил, ученые не привыкли к публичной деятельности. Они мало общаются именно с людьми, не со специалистами. Они варятся в своей такой небольшой тусовочке. Выступают тоже перед аспирантами, студентами, которые... Ну, им нужно их слушать. А перед людьми не заинтересованы, они не знают аудиторию. Какой у вас самый взрослый ученик был? Самый взрослый? Да, у которого получилось. Ну, лет 80, наверное. Это был хороший ученик? Да, ученица, очень известная ученая. Да, и не одна, скажем так. И не один. То есть были люди, с которыми мы репетировали. Авторитетные ученые. Они очень классные. Они, как ни странно, способны к обучению. То есть интеллектуальная деятельность до вот таких лет, наверное, их поддерживает в тонусе. Поэтому да. Вот видите, вы их учите, а мы потом за ними наблюдаем, слушаем их подкасты и смотрим их ролики. Это очень замечательно. И спасибо вам за то, что делаете науку для нас ближе и понятнее. А вам спасибо, что пригласили. Хорошего вам дня. Спасибо огромное. Спасибо. Напомните, мудром на студии был Георгий Соколов, продюсер научно-просветительского форума «Ученые против мифов», кандидат физико-математических наук. Утро вместе продолжается. Продюсер «Ученые против мифов»